Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале Самара ГИС. Как провести грядущие выходные, узнаем прямо сейчас. На этих выходных гаража приглашают отметить Масленицу. Традиционно центральной зоной для праздника станет площадь Куйбышева. Будут работать тематические площадки, например, с гиревым аттракционом, перетягиванием каната, ходьбой на ходулях, подъемом на столб, боями на подушках. Еще на площади Куйбышева откроют фотозоны и арт-объекты. На месте ледового катка со стороны Красноармейской разместится Центр народной культуры «Светлица». Там самарцев ждут хороводы, детские игры и другие активности. Этнопарк «Дружба народов» также приглашает самарцев на проводы зимы. Отмечать Масленицу начнут в 10.00 17 марта. Для гостей парка проведут экскурсии по подворьям, будет работать масленичная мастерская, в которой вы сможете научиться изготавливать обереги и куклы. Также вас ждут народные песни, пляски, хороводы, конкурсы, угощения блинами и чаем, сжигание чучела и праздничный фейерверк. 17 марта в детской картинной галереи пройдет праздничный мастер-класс для детей и взрослых. Вы сможете научиться городецкой росписи и создать всей семьей сувенир – деревянную досочку с ярким масленичным сюжетом, который вы создадите своими руками. Начало в 16.00. С 15 марта по 7 апреля 2024 года в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет фестиваль оперного искусства «Славянский дом». Он проводится при поддержке правительства региона и призван объединить на Самарской земле лучшие творческие силы оперных и музыкальных театров славянских народов. Откроется фестиваль 15 марта оперы римского Корсакова «Царская невеста». 19 марта зрителям будет представлена опера белорусского композитора Сергея Кортеса «Медведь». 23 марта опера мусоргского «Борис Годунов». 27 марта «Пиковая дама» Петра Ильича Чайковского. 30 марта Евгений Онегин. А 4 апреля на сцене «Князь Игорь». Также в рамках фестиваля состоится концертная программа. 5 апреля в первом отделении прозвучит хоровой концерт русской музыки, а во втором – кантаты Сергея Прокофьева «Ледовое побоище». Завершится фестиваль гала-концертом 7 апреля. На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.